Новостей по оказанию услуг югорчанам несколько. Начнём с новой меры социальной поддержки в регионе. Речь о подарочных картах со счётом в 20 тысяч рублей, которые выдаются в ЗАГСах Антимансийского автономного округа семьям, чьи новорождённые дети появились на свет с 1 января 2020 года. Вместе с тем отменяются ранее существовавшие выплаты по рождению детей. Утрачивается право на получение ряда единовременных пособий по рождению ребёнка, такие как по рождению второго и последующих детей, одновременного рождения двух детей, третьего и последующих детей. Также утрачивает пособия по рождению первого ребёнка в случае заключения брака родителями на территориях МАУ в течение двух лет. Сумма подарочной карты, выдаваемая в рамках акции Росту в Югре, превышает сумму прежних единовременных пособий по рождению детей. Что касается ежемесячных пособий, то с 1 января текущего года выплата на первого, а также на второго ребёнка будет осуществляться до трёх лет, вместо установленных ранее полутора. При этом важным условием, чтобы доход на одного члена семьи составлял не более двух прожиточных минимумов на трудоспособное население в Югре. Этот размер составляет сейчас чуть более 33 тысяч рублей. Для оформления ежемесячных пособий при рождении первого и второго ребёнка в МФЦ нужно будет предоставить справку о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Также свидетельство о рождении ребёнка и документ, удостоверяющий лично заявителя. Александра Прискач, Дмитрий Слепенков, Время новостей, Белоярский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова